Смой! Разговаривайте, нельзя! Общественный транспорт давно пользуется дурной славой в Иванове. Гонки на маршрутах, пренебрежение правилами дорожного движения и, как следствие, безопасностью пассажиров. Все это не улучшает статистику аварийности. Только за последний месяц в Иванове произошло три резонансных ДТП с участием автобусов и маршруток. За 10 месяцев 2018 года в городе Иваново зафиксировано 127 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, в результате которых 173 человека получили травмы тела. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество происшествий снизилось на 4,5%. Из 127 ДТП 58 произошли по вине водителей автобусов. В результате 88 человек получили травмы тела. Однако в ноябре произошел ряд резонансных дорожно-транспортных происшествий с автобусом с большим количеством пострадавших. Поэтому, естественно, статистика поменяется. Очевидная причина роста числа ДТП – перенасыщенность рынка перевозок. Водители дублирующих маршрутов затевают гонки, что и приводит к падениям пассажиров и столкновениям. А ведь именно для того, чтобы полностью исключить этот фактор, в 2016 году в Иванове проводили масштабное обследование пассажиропотока. Стоило оно 8 миллионов рублей и завершилось ничем. Город получил ряд рекомендаций, но фактических изменений не последовало. Как повлиять на ситуацию обсуждали в четверг на рабочем совещании в мэрии. За круглым столом представители всех ведомств, так или иначе относящихся к сфере пассажироперевозок. За исключением самих перевозчиков. Контролирующие органы, которые отвечают в том числе за выдачу лицензий, за соблюдение законодательства в сфере перевозок. Поэтому мы сейчас должны выработать меры, которые позволят уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить безопасность перевозок наших граждан. Вроде и проверки инициируют, и за безопасностью следят, но повлиять на ситуацию не могут. Закон на стороне нарушителей. Виной всему нерегулируемые тарифы, на которых сейчас большинство транспортных предприятий. Тут ситуация обстоит следующим образом. Пока у перевозчика есть свидетельство, до окончания срока договора он практически не прикасаем. Сейчас, чтобы отменить какой-то маршрут в 220-м законе, возможно только в одном случае. Если изменение вида перевозок, вид перевозок с нерегулируемого тарифа на регулируемый. В этом случае законодатель допускает изменение, то есть отмену маршрута. А это наступает отмена маршрута по законодательству по 220-м за. Мы должны за 180 суток уведомить перевозчика, что мы изменяем вид перевозок. Решение проблемы в городской администрации видят в переходе на регулируемые тарифы и, как следствие, на контрактную систему. В контракте будут прописаны все требования по безопасности перевозки граждан, по доступной среде и по соблюдению графиков и расписания движения транспортных средств, в чем озабочен наши граждане. Тогда у надзорных ведомств появится больше рычагов воздействия, и перевозчик будет чувствовать свою ответственность. Ведь в случае систематических нарушений с ним могут расторгнуть договор. Вот только наступит это светлое время еще не скоро. Внести изменения в закон – дело небыстрое. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.